Родился будущий авторитет в Ташкенте в 1972-м и вырос среди узбекской культуры и традиций. При этом происхождение его чисто славянское, поскольку родители когда-то приехали сюда по распределению. Во времена СССР это было в порядке вещей. После окончания обучения по направлению приехать работать за много сотен или тысяч километров от дома. Сорокин окончил школу и на этом его образование было завершено. К сожалению он погрузился в мир криминала, что вполне закономерно закончилось судимостями. Впервые его осудили в 1990-м на 7 лет. Благодаря амнистии сумел освободиться на год раньше, в 1996-м. Обдумав положение, Сорокин решил покинуть родной Ташкент и переехал в Москву. Заручившись рекомендациями от уважаемого авторитетного вора Юлдаша Ашурова, он вскоре оказался в столице, а в 1998-м был принят в воровскую семью. Освоившись на месте, оказался на лидерских позициях в Солнцевской группировке. Он также побеспокоился и о формальной занятости. Чистился в одну из фирм руководителем цеха. Курируемая им группировка занималась автоугонами торговли наркотиками и нелегальным оборотом оружия. Возможно эти направления теневого бизнеса не были подходящими для законника. Но это был конец 90-х, когда старые воровские понятия ушли в прошлое. В это время все измерялось приносимой прибылью, а эта деятельность ее приносила. И вовсе немалую. В 2001-м авторитету задержали на сходке в Москве. Обошлось без последствий и его отпустили. Спустя два года последовал еще один арест по делу об ограблении грузовой машины, в ходе которого получил травму водитель. Однако помариновав Сорокина в СИЗО, его внезапно освободили. Суд его полностью оправдал. Такой поворот дела позволил распространиться слухом, что авторитет просто откупился. В 2004-м его все же осудили на 3,5 года по статье за вымогательство. Однако на свободу авторитет вышел уже на следующий год по амнистии. В 2005-м его вновь задержали с оружием и выпустили, запретив куда-либо выезжать. Проигнорировав требования, Сорокин уехал в Казахстан на сходку. Этот факт послужил основанием для объявления его в розыск. На сходку заявили силовики и у Георгия обнаружили при себе оружие и наркотики. Несмотря на многочисленные попытки откупиться, либо притвориться неизлечимо больным, в Казахстане ему пришлось отсидеть 3 года. И в 2009-м он наконец вернулся в Москву. И тут же вновь попался с оружием. И оказался за решеткой на 4 года. Армия адвокатов сумела снизить срок и на свободу авторитет вышел уже в 2011-м. Сорокина еще несколько раз арестовывали на сходках. Но эти задержания ничем серьезным для него не заканчивались. В 2016-м принял участие в разборке между двумя группировками – грузинской и узбекской. В настоящий момент авторитет на свободе. Проживает в российской столице с женой и двумя детьми. Считается одним из самых влиятельных завянских законников.